Закрыть глаза, чтобы поменять точку зрения. Под таким девизом прошло открытие выставки тактильных картин Пушкинского музея «Видеть невидимое во Владивостоке». Шесть произведений известных мировых художников, а также добавленная картина Николая Николаевича Харламова «Русская девушка» на протяжении почти месяца радуют посетителей Приморской государственной картинной галереи. С момента открытия выставку посетило более трехсот человек. Половина из них – люди, имеющие проблемы со зрением. Люди очень по-разному реагируют на эту выставку. Выставка включает в себя не только работы, но и очки для людей, которые видят, обычные, как мы с вами, и аудиогиды, которые рассказывают о конкретно каждой работе. Реакция абсолютно разных людей. Кто-то говорит, что аудиогид – это замечательно, а кто-то говорит, что аудиогид не нужен, лучше рассказывать. В последние дни выставки познакомиться с полотнами смогли и дети из специализированной школы-интерната города Артема. В коррекционном интернате обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья, связанными с заболеваниями зрительной системы. Из 162 учеников – 20 незрячие. Их тоже очень заинтересовала данная выставка. Будем рассказывать, показывать. И надеемся, что такие выставки к нам будут приезжать чаще. И будем чаще привозить детей и знакомить их с миром искусства. Помочь правильно понять и прочувствовать картины детям помогали волонтеры, которые рассказывали о создании и особенностях произведений. Юные посетители могли сами выбрать – слушать аудиогид или живое объяснение. Это море, где не купались и только что вышли из моря. А ты меня не любишь, скажи мне. Вот теперь потрогайте. Преподаватели интерната стараются привить детям не только любовь к знаниям, но и к искусству. По словам педагогов, в школе-интернат много творческих учеников, которые не только поют и танцуют, но и занимаются рисованием, принимая участие в различных выставках. Для наших детей это большая возможность, особенно незрячие, при помощи пальцев увидеть то, что обычно мы им рассказываем на руках рисования, на руках ИЗО, но они воспринимают на слух. А тут они могут уже сами это все ощутить, эти картины потрогать, внимательно их рассмотреть, знать какие-то вопросы, если их интересуют. Вот специалисты, которые с этими картинами работают. Познать неизведанное, принять участие в чем-то новом, всегда интересно и увлекательно для детей. Как отмечают педагоги, ученики школы-интерната города Артем всегда с восторгом и радостью откликаются на приглашение поучаствовать в акциях, концертах и подобных мероприятиях города. Ребята ценят такую заботу и внимание, всегда рады любой помощи и с благодарностью относятся к таким людям. Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.